Маленький Миша родился в Грузинской Советской Социалистической Республике 21 декабря, в один день со Сталином, правда на 88 лет позже. Случилось это в 1967 году. В Дмилиси многие и давно поговаривают, будто Михо Саакашвили грузин только наполовину. Сам президент горячо и страстно отметает все подобные подозрения, что что, а бить кулаком в грудь и клясться в своей приверженности к народу картвелов он умеет. И все же, по мнению кавказских лингвистов, Саакашвили не грузинская фамилия. Отец Мишако, Николос по профессии врач, еще до рождения сына, бросил свою жену Гиуле Аласане и ушел к другой женщине. Происходил он не из грузинской, а из армянской семьи. Семьи, кстати, весьма известные. Многие помнят, что дедом президента был не кто-нибудь, а ректор Тбилисского медицинского института, академик Саакян, заслуженный деятель науки. Каким образом Саакяны превратились в Саакашвили? Почему Михаил Николозович этого не признает, а наоборот тщательно скрывает и открещивается от своих привыков? Как так случилось, что президент цивилизованной европейской страны Франции, с которой Грузия якобы берет пример Николя Саркози, правильнее шарковцы, отнюдь не стесняется своих венгерских корней, а Миша своих армянских почему-то стесняется. В чем тут загадка, тайна, брачный секрет? За разъяснение мимо обратились к человеку, который по своему положению просто обязан знать о происхождении первых лиц государства. Он подтвердил, да, действительно, предки Саакашвили по отцу всегда были армянами. Все-таки странно, что свободная грузинская пресса до сих пор замалчивает этот интересный факт. Даже журналисты не могут задать вопрос Саакашвили. Он не встречается с журналистами. То, что он говорит, это все устроено. Такой униженной, в таком оскорбленном виде не было Грузия, когда у нас Чингисхан правил. Масс-медиа в руках Саакашвили и американского посольства, и американских спецслужб. Все, они показывают то, что они хотят, и то, что им выгодно. Редактор субтитров А.Семкин